Детектор лжи, да, и он сказал, что все придумано ради шоу. Все, да не все, как бы, да, то есть был такой момент, значит, у нас недавно прошел чемпионат России по фигурному катанию, на котором я присутствовала, и мы накануне зданий были у Вани Урганта на шоу, и, знаешь, мы там пошутили, типа, Илья Авербух заставил нас, да, вот мы про поцелуй рассказывали, типа, что это такое? И вот такие, типа, Авербух нас заставил, и ко мне реально подходит парень и говорит, Жень, у меня такой вопрос к тебе, ты можешь отвечать, можешь не отвечать, ну, типа, лично, ну, такое, я говорю, чего надо-то? Он говорит, вас правда заставили поцеловаться? И я стою такая, ну, ты серьезно? И я потом подумала, что, а так реально многие люди думают, что, типа, заставили, но, поверьте, Даню невозможно что-то заставить сделать, если он этого не хочет. По истории с Мэйбухом мы это поняли. Вот, его невозможно заставить, и, как бы, я себя позиционирую как актер, да, то есть, я на льду, я выполняю свою работу, то есть, у нас есть образ, у нас есть история в номере, которая, ну, возможно, идет к логическому завершению, тем более, это ледниковый период, мы не единственные, кто целовались на льду. Если вы смотрели выпуски, там, как бы, в каждом, в каждой серии, как бы, там, ну, кто-то целуется, кто-то целуется, да, вот, и поставлено, ну, не знаю, это даже как-то обидно звучит, потому что столько, на самом деле, искренних эмоций было, ну, я не могу сказать, что прям все поставлено, и как-то это, ну, странно звучит, как бы, если он так считает, это окей, как бы, вообще, все равно, я не смотрела этот детектор лжи, как бы, извини. Я ехал в такси 4 часа. Да, было время, да, пересмотрел все интервью, да, наверное, и, как бы, я не знаю, что там показало, правда-неправда, в общем, неважно вообще, абсолютно, как бы, главное, что здесь, и вот здесь есть, поэтому, я вообще не уверена, что, я вообще ни в чем не уверена, отстаньте от меня, а, я устала, я не хочу, я хочу домой, пока, нет. Субтитры сделал DimaTorzok